Туда, да? Приветствую вас, дорогая церковь. Вы знаете, прекрасно собираться в этом прекрасном здании и быть церковью. Не здание церковь, я церковь. Ты церковь. И куда бы ты ни пошел, что бы ты ни делал бы, ты являешься Светом Божьим. Ты являешься Словом Божьим. Ты являешься письмом, читаемым Иисусом Христом. Аминь. Где бы мы ни доходились. Вы знаете, пока не поменяется мое мышление, что это здание не является церковью, это молитвенный дом, куда мы собираемся. Только тогда я начну смотреть за своими ногами, что я делаю. Только тогда я буду смотреть за своими ногами, куда я иду. Только тогда я буду смотреть, что выходит из уст моих, что входит в мое тело и будет меняться моя окружность. Всего лишь потому, что быть прихожаном в это здание недостаточно, чтобы Христа любовь в тебе проявлялась. Я хочу очень коротко поделиться просто последнее время жизни моей, что Господь делает. И я верю, что много, нет разницы на твой возраст, что многие зажгутся, только что потом ты будешь с этим делать огнем. Аминь. Я последнее время ездил. Я последние пять лет ездил по странам. И последние разы я ездил в Африку. И вот я вот буквально вернулся чуть больше недели назад. Я был в трех странах в Африке. Это была первая... Ой, я даже забыл страны. Была первая страна. Это город Лусака. Это Замбия. И мы ходили по школам. Вы знаете, что интересно? Я ездил... Я ездил... А, по школам. И вы знаете, что интересно? Я ездил с одной миссией. А, Рейна Рабонки. И мы приходили в школы. И нам говорят, когда мы там встречались с людьми, с церквями, с пастырями, нам говорят, то, что вы хотите здесь делать, оно не получится. Потому что, чтобы войти в школу и попроповедовать этим детям, это будет просто невозможно, потому что у них есть своя программа. Но у нас одно слово было. У Бога есть своя программа. И когда мы приходим и являемся носителями этого слова, приходит Слово Божье, и приходит Его слава. И я вот ездил... Сначала это был Лусака, город Замбия. Потом я ездил в Кению. А после Кении я ездил, попал уже в Уганду. И это все занимало буквально два месяца. И вы знаете, друзья, что я видел своими глазами более двухсот тысяч спасенных душ. И вы знаете, я понимаю, что это не мы сделали. Я понимаю, что, как я сказал, что вы будете делать с тем огнем, когда вы будете слышать не то, что я говорю, а что Господь сегодня делает на этом месте. Что сегодня Господь говорит индивидуально к каждому нас. И вы знаете, смотря, что Господь делал, тысячи исцелений. Глаза открываются. Уши слышат. Рак уходит. Вы знаете, больные встают с колясок. Я был недавно... Почему-то, не знаю, этот момент мне пришел. Я был в Бразилии. Была женщина, она страдала ногами очень много лет. Она была молодой девушкой. И у нее был сердечный приступ. И она парализована была от пояса и ниже. И она не ходила более 45 лет. И вы знаете, когда я туда приехал, там был крусейд, мы там немножко служили. Все проходили мимо этой женщины. Потому что я заметил, что многие служат, но боятся испытать, что Господь сегодня говорит для нашей жизни, чтобы войти в призвание не твое, не мое, а в призвание Иисуса Христа. И вы знаете, когда я просто подошел, я говорю, веруйте, что Господь сейчас вас исцелит. Он говорит, верую. Вы знаете, я не думал даже верой. Я не думал мозгом. Я подошел и сказал, Христос, она верует, а я хочу, чтобы ты ее поднял. Я просто сказал, во имя Иисуса, вставай и ходи. И вы знаете, я ее, когда я ее поднимал, у нее ничего не работало. Вот здесь у меня уже вера проявлялась со страхом. И вы знаете, почему со страхом? Не потому что, что она не пойдет. Со страхом, потому что я хочу, чтобы Христос проявлялся. Были моменты, что ты когда подходил, поднимал, а оно ничего. Иисус говорит, иди дальше. Ты делай дальше, потому что через это я с тобой работаю. Потому что, говорит, мое тело не о тебе. Мое тело – это обо мне. И что бы ты ни делал, где бы ты ни находился, ты не себя представляешь. Артема в теле Иисуса Христа нет. Есть только жертва Иисуса Христа. Есть только кровь Иисуса Христа. И есть сила Иисуса Христа. И вы знаете, я хочу очень коротко поделиться. Вы знаете, мы часто слышали это, да? Моя личность во Христе. Кто я во Христе? И даже во Христе мы себя ставим. Кто же я в нем? Вы знаете, братья и сестры, когда я рассуждал об этом, мне Христос говорит, кто ты во Христе, я тебе покажу, кто ты должен быть во мне. А я покажу, кто я должен быть в тебе. И тема сегодня моя – кто Христос во мне, братья и сестры. И мое желание, когда мы будем это слышать, чтобы наши уши, они слышали, чтобы наши сердца, они смогли принимать Слово Божье такое, какое оно есть. Поднимите руку. Кто хочет видеть чудеса в жизни своей? А что ты готов сделать сегодня, чтобы сегодня их увидеть? Готов ли ты полностью сегодня от себя отказаться? Чтобы быть во Христе, тебе нужно от себя отказаться. Только тогда ты будешь видеть. Вы знаете, отказаться, что такое отказаться? Это вот, когда мы будем выходить отсюда, будешь садиться в машину, будет идти тот же жкалека. остановиться, засвидетельствовать ему о любви Божьей, о теле, которым ты сегодня носителем являешься, Иисусе Христе, чтобы этот человек, он отдал свою жизнь. Да? А потом сказать, ты веруешь? Верую. Вставай и ходи. Вы знаете, это было самое большое желание Иисуса Христа, чтобы вот такое письмо мы являлись. Знаете, чего это стоит? Это стоит всей твоей жизни. Это стоит всех твоих желаний. Но вы знаете, когда ты начинаешь идти этим путем, ты начинаешь смотреть, какие у тебя друзья, кое-кто отсеивается, кое-кто прилепливается, и тебе не становится страшно больше, как о тебе люди думают. Тебе становится очень важно, как думает о тебе Небесный Отец через тело Иисуса Христа. И вы знаете, у меня была другая немножко тема, но интересный момент, когда мы приходили в школы мусульманские. Как вы думаете, легко мусульману засвидетельствовать о Боге? У них есть своя вера, да? И это очень сложно. И они не готовы слушать тебя, но они готовы слушать тебя, когда ты открываешь свои уста и говорит через тебя Христос. Потому что тот же мусульманин, он хочет, они тоже желают истины, правильно? Они ищут эту истину. И вы знаете, интересные моменты, когда мы отмечали школы по карте, у нас есть специальная карта, и я смотрю, мусульманские школы, все попроезжали мимо. Команда наша, она не хочет туда ездить. Я говорю, Иисус, я хочу ехать именно туда, там, где никто не хочет ехать. Вы знаете, когда я приезжал, я садился с учителем разговаривать, с директором, и просто ты им говоришь, я хочу вместе с вами подержать руки, говорить, что такое грех, что такое нельзя, но со стороны христианства. Я вам честно скажу, вы себе не представляете давление, которое ты переживаешь. Но и тут же Иисус говорит, успокойся, это не твоя работа. Просто делай то, что я тебе предлагаю. И вы знаете, когда рядом с тобой человек сидит, которого ты обучаешь, он поворачивается и говорит, хана, я не знаю, что будет и дальше. Вы знаете, потому что, когда ты идешь в школу мусульманскую, ты не знаешь, выйдешь ли ты оттуда, или ты не выйдешь живым. И эти учителя говорят, я, говорит, не знаю, что сейчас происходит, ну, я хочу, чтобы вы рассказали им, что такое грех и что такое Христос. И когда ты выходишь, коротко говоришь им о Христе, и ты видишь, что руки поднимаются, те спасенные души, которые сегодня уже служат Господу. Вы знаете, братья и сестры, выйти из этой зоны комфорта самому невозможно. Возможно только тогда, когда ты начинаешь искать не свою волю, не волю своих близких, не волю своих друзей, а ты начинаешь искать волю своего небесного Отца. потому что Христос, Он всегда был об Отце. Вот вы заметили, что обо всем, что Христос бы не говорил, Он говорил, в доме у моего Отца, в доме моего Отца, Сын возвращается к Отцу домой, все Его, кто-то даже сказал, ой, Иисус, ты благий. Ну, не, 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 никто не благий, только один Бог. Он выравнивал все на Отца. И вы знаете, интересный момент, что у Христа у Него была глава. Глава была Отец. Вот смотрите, интересный момент. Христос в физическом образе, да? Флащ, плоть. Но потому что Христос ходил на земле в физической плоти, Ему нужна была голова. Его, даже можем сказать, на физическом уровне, Его голова была Отец. Потому что Христос ходил физически по земле, Ему нужно было видеть, что происходит там, в небесах. И поэтому Он говорит, глава моя, Отец. И поэтому, что бы я ни видел, что Отец бы ни делал, я творю. И тело Иисуса Христа ходило по воле Небесного Отца. И только. И вы знаете, вот это Иоанна, стихи Иоанна 3,16, можете высветить, что «Ибо так возлюбил Господь мир, Он отдал Сына Твоего и Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Братья и сестры, воля была чья? «Ибо так возлюбил Бог мир, воля была Небесного Отца, что Он отдал самое драгоценное за Тебя и за меня, чтобы мы могли веровать». Братья и сестры, как, что нас спасает в Небеса? Как мы идем в Небеса? Что мы должны сделать, чтобы войти в Небеса? Поверить, да? Конечно, мы должны осветиться кровью Иисуса Христа, поверить в Его кровь. И только верою мы спасаемся. Не делами. Если ты сегодня думаешь, что я даю десятину, что я помогаю, что я вожу, но ты не проводишь время с Богом, вера твоя четна. Вера приходит от слышания, а слышание приходит от Слова Божьего. И если я сегодня хочу заработать себе поездку в Небеса, не получится. Входим мы только в Небо через жертву Иисуса Христа и через веру в Иисуса Христа. Только тогда мы входим. Аминь. Не делами. Дела наши, они для нас. Они не для Господа. Но я верю, что Господь хочет сегодня что-то показать. Будет очень глубоко. И вы знаете, я даже хотел бы сказать, помните, когда грабители сидели, висели возле Христа, да? Что тому грабину, тому разбойнику, что ему нужно было сделать? Он сказал, просто вспомни мне. Он поверил. Он поверил, что Он живой Бог. И Он этой верою спасся. И поэтому, братья и сестры, если я верю в жертву Иисуса Христа, и если я начинаю идти этим путем, то мое спасение, оно совершается. Вот первая ступень спасения, она закончена. Теперь нужно что делать? Дальше копаться в спасении? Нет. Нужно теперь идти дальше, подниматься по ступеньям. Идти шаг за шагом. И если ты просто думаешь, я спасся и все, нет, это ложь. Это ложь от сатаны. Так не будет. Просто спасся. Тебе нужно теперь возрастать, вот как пастор Василий говорит, возрастать в полноту Иисуса Христа. Потому что наше призвание это возрасти в полноценное тело Иисуса Христа. И как церковь, и как индивидуально. По-другому никак. Христос, Он всегда говорил об Отце, да? Кто может сказать, что у меня есть отношение с Небесным Отцом? Я Его слышу. Он со мной говорит каждый день. Мое сердце к Нему так прилеплено. Я знаю, что Он делает. И я Его такой хороший друг, что Он в любое время может меня позвать на какое-то классное дело. Вы знаете, братья и сестры, почему я поднимаю сейчас вопросы? Когда я был мирским, много очень лет, когда после встречи со Христом, и у меня не было с моим земным Отцом отношения, Он за меня молился, Он с колен не вставал, отец, мать. Но вы знаете, что интересно, после встречи со Христом, что первое произошло в моей жизни? Я подружился с моим папой. Мой отец, Он стал моим другом. Он просто, он первый, он вместе со звонком, он услышал мой звонок, и он говорит, Артем, ты другой, ты изменился. Потому что, когда мы оживляем, когда наша жизнь, она становится в Боге, приходит дальше, мы не останавливаемся. И вот так, как Христос пострадал за каждого из нас, это бесплатный дар, бесплатный подарок каждому из нас. Просто так. Дона нам. Но мы должны дальше идти, потому что церковь Иисуса Христа, враты ада, ее не должны одолеть. Братья и сестры, где находится врата ада? Прямо возле ада. Да? А что мы должны делать? Мы должны подходить к этому аду и вытаскивать всех по очереди. И ничто нас не может остановить. Чтобы это сделать, нужно познавать нам небесного Отца. Вы знаете, написано так, что овцы мои, они слышат мой голос, овцы мои, они знают мой голос, я не следую за моим голосом. И это очень легко. Но если это уже прошло столько времени, с того времени, когда я слышал его голос, братья и сестры, проблема. Даже ты трудишься, может быть, ты поешь, а может быть, ты даже проповедуешь. Проблема. Знаете почему? Потому что отец, он хочет быть на этом месте. Не Артем, не пастор Василий, отец, потому что мы его дети, и мы в нем нуждаемся. По-другому жить мы не сможем. Смотрите, во Христе мы дети, да, сын, сыны. Кто может сказать, я сын Бого Живого? Кто слышит свой голос, своего физического отца или матери? А мы, как сыны и дочери День Небесного Отца, слышим мы этот голос? Должны ли слушать и слышать мы этот голос, чтобы наша жизнь не была в порабощении у сатаны, не была в порабощении у демонов, а чтобы наша жизнь, она была под руководством нашего Небесного Отца. Братья и сестры, наш Небесный Отец, Он лучше знает, что для нас. Я говорю это уже с собственного экспириенса. Я пробовал сан, я стал бомжом, у меня не получилось, а потом я сказал отец, а теперь попробуй поработать со мной. По-другому не получалось. Поэтому мы страдаем, поэтому у нас много вопросов, у нас, смотрите, интересный момент, чтобы согрешить, мы иногда дважды не подумаем, а вот если говорит Бог ко мне, и Он мне предлагает что-то делать радикально, мне вот надо сосуды, вот мне надо, чтобы Бог подтвердил, что Бог со мной говорит. И это показывает и является насколько я далек сегодня от Небесного Отца. Если мне нужно много людей, подтверждение от моего Небесного Отца, через сосудов, через людей, братья и сестры, Дух Святой Он какой? Он Дух пророческий. И Бог хочет с тобой лично говорить через твои собственные уста, через твой разум, через твою внутренность, через твои уши. Сколько раз мы слышим проповеди здесь, с этой кафедры? В среднем 200-300 раз в году. Поменялась ли моя жизнь за это время? Если я посмотрю год назад и сегодня, в каком сегодня я состоянии? Вы знаете, можно говорить обо всех обителях, но мы даже не имеем понимания, как взять эти обители. Ибо эти обители Бог дает нам бесплатно, цена заплочена, Христос отдал, Христос пострадал, Христос показал. По сути, когда мы становимся добровольными рабами Иисусу Христу и Господу Богу нашему, кто здесь принимал водное крещение? Веру я, обещаю я, да, служить. Мы отдаем, мы посвящаем. Мы, вот знаете, честно скажу, когда я принимал, я делал неосознанно. Обещал, веровал, но я не понимал. Я дословно не понимал, что когда я ухожу под воду, я умираю для себя. И когда я выхожу из воды, я себе не принадлежу. Мое тело принадлежит моему жениху Иисусу Христу. Ну вот мы вчера слушали сочетание. Майкл не принадлежит себе. И Катя не принадлежит себе. Правильно? Вот чтобы мне идти по жизни в воле моего отца, мне нужно отдать свою жизнь под руководство моего Господа Бога. Смотрите, интересный момент. Павел, вот мы читаем во многих местах, Павел пишет. Павел сначала пишется раб, а потом апостол. Вы знаете, что раб, быть рабом, быть просто, это я даже не знаю, как другое слово сказать. Апостольство это предназначение, это его помазание, это его, как даже правильно сказать, это его служение. А раб это все. и он говорит, он говорит, быть рабом Иисусу Христа это самое прекрасное и он этим ценит больше, чем что бы ни было. Вы знаете, что интересный момент, братья и сестры, мы рабы Богу, а вы знаете, что раб ничего не делает без своего Господина. И когда бы или куда бы раб бы не пришел бы в любое бы место, он слово не открывает без своего Господина или он если открывает переносит или говорит, что дал ему Господин. Но чтобы мне войти в полное служение Иисуса Христа, я должен покорить свою волю ненасильно, добровольно. Вы знаете, интересный момент, братья и сестры, небеса, мы все хотим в небо. Но если я, а кто в небесах? Отец, Сын и Дух Святой, да? Полнота Господа. А если Он мне здесь не нужен, зачем мне идти в небо? Там же Он. Если только Он там и Он мне здесь не нужен, что мне делать на небе, братья и сестры? Хочется на небо, потому что ад страшен. Вы знаете, братья и сестры, я не знаю, откуда у меня это дерзновение и вообще, как я сейчас говорю, но я верю, что сегодня Господь касается многим. Потому что Его желание, чтобы проявлялась Его сила, Его желание, чтобы демоны уходили, Его желание, чтобы мы были в силе, Его желание, чтобы мы были в помазании, Его желание, чтобы тело Иисуса Христа, оно было живо, оно было действенно, оно раскаляло всякую проблему не только в твоей жизни, но в жизни, которые слабые, через тебя, чтобы и они поднимались. Вот желание моего Отца. И вы представьте, братья и сестры, Отец отдал все самое драгоценное. и отдал залог в силу Святого Духа. А мы сидим, извините, и ноем. Он говорит, возьми, сделай. А мы ноем, мы плачем. Вы знаете, много видел, что люди только становятся на колени и сразу рыдают. Как вы думаете, нравится Отцу, когда мы приходим только со слезами? Вы знаете, проблема, почему только со слезами? Мы не знаем благодати Отца. Мы не понимаем до конца, кто Он. Мы не понимаем, что в Нем мы находим полноту, что в Нем мы находим мир. Но вы знаете, что интересно, братья и сестры, написано, ищите прежде Царство Божие. Где Царство Божие находится? Внутри меня мое состояние, мой мир, мой покой не зависит от человеком рядом. Мой мир и покой состоит в том, что мое отношение с моим любящим Отцом, и я хожу и распространяю этот мир. Да, бывают сложности, бывает плачем, но это не должно быть вот такое, извините, зрение, хлюпое христианство. Нам столько дано, и мы, если бы хотя бы 50% смогли понять и принять, мы бы были самыми великими людьми для славы Божьей на этой земле. Аминь. Аминь. Где живет Небесный Отец на небе? Давайте мы сейчас просим Слово Божье. Иоанна, откройте, пожалуйста, Иоанна 14 глава 8 и 9 стих. Иоанна 14 глава 8 и 9 стих. Филипп сказал, Господи, укажи нам Отца и довольна для нас. Иисус отвечает, я думаю, он был немножко, мне кажется, возмущенный. И он говорит, Иисус ответил, я пробыл среди вас так долго, а ты все еще не знаешь меня, Филипп? Кто видел меня, видел и Отца, как можешь ты говорить, укажи нам Отца? И 19 и 20 стих. Мир не будет видеть меня, а вы же будете видеть, ибо я вижу, и вы будете, ибо я живу, и вы будете жить так же. Вот день узнаете вы, что я в Отце, вы во мне, а я в вас. Братья и сестры, где живет Отец? внутри меня. Братья и сестры, я являюсь телом Иисуса Христа. И где бы я не пришел бы, и как бы Бог не захотел бы прийти через меня, в лице Отца, может, вы знаете, мы бывали и энкаунтеры, когда приходило присутствие, Отец приходил, обнимание, просто потому, что вот позиция Небесного Отца приходила на то место. Бывала позиция Святого Духа, на языках вот полнота, а бывание, вот просто кто-то встречается с Иисусом. Братья и сестры, во мне живет сила Отца. И вот так, как Христу Он был в теле, Ему нужен был Отец, чтобы видеть, что делает Отец. Так сегодня, братья и сестры, я живу в теле Иисуса Христа, Христос моя голова, и я могу видеть, что делает Отец. Потому что я являюсь этим телом Иисуса Христа. Братья и сестры, у меня такой вопрос, если мы настолько понимаем наше свободное время, даже не буду говорить среди недели, свободная суббота, открываем мы глаза. Отец, что мы сегодня творим? Друг мой, что мы сегодня с тобой делаем? Вы знаете, братья и сестры, я верен, что Иисус постоянно так делал Отец? Что мы сегодня делаем? А если я тело Иисуса Христа, я имею полное право сказать Отец, что мы сегодня делаем? Вы знаете, проблема в том, что живя в теле Иисуса Христа, мы Его под себя оставим. Мои проблемы, мои нужды, мои какие-то, и вы знаете, по любви Отца мы привыкли дай, и мы пользуемся благами, но вы не представляете, сколько Он хочет дать, но, к сожалению, мы размениваемся на маленькое. Он хочет столько нам дать, но много Он нам дать не может без Него, потому что Он у нас испортит. К сожалению, и так портит с малым. Он говорит, я хочу все, я хочу всю чашу вылететь. Вы знаете, братья и сестры, чтобы двигаться в теле Иисуса Христа в живом, в живом теле Иисуса Христа, чтобы двигаться, вот поэтому я и начал тему, что никто во Христе, а кто Христос во мне. Христу нужно живое тело, но мертвое тело. Если я мое, написано, возьми свой крест и следуй со мной, если я не на кресте, вы знаете, мой крест это я, это мои похоти, это мои страсти, это мои какие-то греховные какие-то мысли, чтобы бы ни было, если я себя не ставлю на крест, полнота Христа не может двигаться через меня. Но тогда, когда я порабощаю, я отдаю себя в рабы на сто процентов, посвящаю себя, только тогда я вижу силу моего небесного Отца через проявление тела Иисуса Христа, в котором я нахожусь. Есть о чем задуматься? Смотрите, мы можем, смотрите, ищите прежде Царство Божие. Мы можем иметь небеса на земле во всякое время, что бы у тебя не происходило в жизни, в постояльстве, в благости, в чистоте, в святости. Ну, братья, я буду скоро заканчивать, но сегодня тот день, мы будем молиться, я бы хотел бы, что, если это будет тебя касаться, и ты хочешь переосветить свою жизнь, и ты понимаешь, что ты не на правильном месте, чтобы ты сегодня переосветил свою жизнь и отдал Богу на жертву всесожженную. Вы знаете, мы все хотим, у меня однажды один молодой человек спросил, я у брата в церкви проповедовал, и он подошел много у меня было с ним разговоров, он так подошел, садись, говорит, садись, мне тебе надо что-то спросить, он говорит, я вижу, тебя Господь сильно употребляет, ты сюда приезжаешь, Бог приходит, присутствие его, я хочу тоже, я хочу вместе с тобой, я все, я говорю, ну, иди сюда, я с ним, я его вместе с тобой посадил, братья и сестры, я ему всего сказал две короткие вещи, он сказал, я не готов, я вам честно скажу, со встречи со Христом, это, когда я посвятил свою жизнь ему, это было мое самое лучшее и драгоценное, что я когда-то либо сделал в своей жизни, легко нет, но зато ты в духовном мире, ты видишь небеса, ты видишь отверстие неба, и куда бы ты ни пришел, благодать Божья, после ты являешься носителем посещения живого Бога, не прекрасно ли это, вы знаете, служить Богу, без Бога, простите, оно ему не надо, но он не хочет, он хочет друзей, он хочет друга, вы знаете, почему Христу, кстати, вот даже момент, Христос в Гефсимании, Отец, там минует меня вся чаша, как было ему тяжело, но не моя воля, твоя, да, пребудет, и вы знаете, что Христу ему нужно было умереть, чтобы плод мы, семя должно умереть, чтобы принести много плода, а мы хотим быть живыми и приносить плод, это невозможно, если мы хотим принести плод Духа, начинай ставить себя на крест и начинай в Господе трудиться, братья и сестры, только тогда придет жизнь сначала в тебе, а потом через тебя, честно скажу, от всего надо отказаться, учимся, много учимся, ошибки делаем, но это так прекрасно, потому что ты начинаешь видеть небеса в своей жизни, я буду заканчивать, можем мы, пожалуйста, просто встать все на ноги, можем мы просто сейчас все закрыть глаза, кто на этом месте, просто закройте все свои глаза, и посмотри просто сейчас для себя, пересмотри сейчас свою жизнь, не кайся сейчас, просто пересмотри сейчас свою жизнь, все свои обстоятельства, пересмотри все свои движения, и посмотри, есть ли Иисус там, и есть ли Небесный Отец, и есть ли место Духу Святому там, и если нету, братья и сестры, я хочу, чтобы вы с места подняли свои руки, если вас вот это сегодня касается, я хочу, чтобы вы подняли свои руки, высоко, не бойтесь, я хочу, чтобы это было не просто покаяние, я хочу, чтобы была встреча с Отцом, потому что Откровение, по-моему, 2 глава говорит, все стою я у двери, и я стучу, я уверен, что это такой нежный стук, кто отворит мне, я буду вечерять с тобой, кто отворит мне, когда сын вернулся домой, отец заколол самого большого, и он кормил своего сына, братья и сестры, я верю, что Бог, он кормить нас хочет, лично, индивидуально, чтобы возраст Иисуса Христа в нашей жизни, он совершался силою Святого Духа, если вы подняли руки, давайте мы сейчас помолимся этой молитвой, скажем, дорогой Отец, именем Иисуса Христа, я прошу тебя, прости меня, что я назывался телом Иисуса Христа, но я не давал тебе места, Иисус, прости меня, что моя жизнь, она была только по мне, Иисус, омой меня кровью святою, Иисус, я хочу слышать голос Твой, Иисус, стань моим господином, Иисус, стань моим Богом, Иисус, омой меня, драгоценной Своей кровью, Иисус, сегодня я посвящаю себя в рабы Тебе добровольно, Иисус, сегодня тот день, где я открываю свои уши слышать Тебя, где я открываю свое сердце познать Тебя, Отец, я хочу познать Тебя, Отец, я хочу познать нежный Твой голос, Отец, открой мои глаза, види то, что Ты делаешь, Отец, открой мои внутренности, принимать Твое Слово в мой Дух, чтобы я возрастал, чтобы я становился полноценным телом Иисуса Христа. Дух Святой, прости меня, я так часто забывал Тебя, Дух Святой, я прошу Тебя, обновись во мне, обнови волю Отца внутри меня, Дух Святой, открывайся во мне, Дух Святой, все дары, которые во мне, откройтесь, с сегодняшнего дня я добровольно обещаю сделать все, чтобы быть послушным Тебе, сделать все, чтобы познать Твое сердце, сделать все, чтобы отдать свою жизнь на всесожжение, на кресте. Помоги мне в этом, Господь. И с сегодняшнего дня я обещаю искать Тебя и не уходить от Твого присутствия, пока я не найду Тебя во имя Иисуса Христа. Скажите так, скажите, воля Отца откройся во мне, воля Отца. А отца 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 отца